Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Ольгой о бессмертии. Здравствуйте, Ольга! Да, здравствуйте! Даже не столько о бессмертии, сколько о психологии страха смерти и об идеях бессмертия. Вот это всё, конечно, связано, и страх смерти наш – это первоначально, идея бессмертия – это второстепенно, вот как вот это всё увязать. С вами интересно на эту тему поговорить, потому что у вас наверняка есть своё мнение, как у человека, разбирающегося в жизни относительно смерти. Вот как думаете, Борис, что всё-таки основной источник страха смерти? Почему мы так её боимся? Насчёт своего мнения. Я человек беспринципный. Мне что сегодня придёт в голову, то и моё убеждение. А завтра придёт другое, так оно другое убеждение. Я не считаю это вредным. Я считаю, что если есть один принцип, и ты ему всё время служишь, то ты косный и негибкий человек. Когда всё хорошо, хочется жить. А когда всё плохо, жить не хочется. На этом и зиждется дихотомия, так сказать, отношения к жизни и смерти. Именно поэтому чего уж греха таить. Если человеку всё хорошо, то он и жить хочет, и ценит свою жизнь. А если у него всё не так, то он и жить не хочет. Поэтому с вами бы не согласились, что все хотят жить. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Потом у них, смотришь, влюбилась. Детки пошли. Хочется их вырастить. И уже и жить хочется. Говорят, там, ещё мне 20 лет минимум. А бывает так, что детки выросли. Муж козёл. Ну, как всегда. Ты одна никому не нужна. По вечерам пьёшь. Чувствуешь, что будешь пить и по утрам. Вот. Я застрял. И жить не хочется. А некоторые с собой поканчивают. Какие случаи у нас встречались? В практике. Поэтому это не такое универсальное явление. Люди могут очень цепляться за жизнь, а могут, наоборот, жизнь свою терять. Обстоятельства тоже могут быть разные. Поэтому не всем нужно бессмертие. Не всем нужно даже и жизнь-то. Есть люди, которые живут себе и живут, а жить-то не очень хотят. Есть люди, которые при мысли о смерти чувствуют эйфорию, наслаждение, что когда-нибудь это всё-таки закончится всё. Горечь, обиду, разочарование. А потом в какой-то день подумают об этом привычно. Думают, эээ, а я хочу жить. А я хочу жить. И опять будут чувствовать себя совсем иначе. Поэтому я бы не обобщал, что у всех есть универсальный страх. Есть фактический страх, если любого человека вывести на расстрел, ему, скорее всего, будет очень страшно. И большинство из людей постарается сохранить жизнь. Но что меня поразило? У нас в Канаде разрешили автоназию. И когда случайно встретился с медсестрой, которая помогает совершать вот это ассистированное самоубийство, она сказала, что они это делают, по-моему, два раза в неделю, по определенным дням. И уже три года. И она сказала, что ни разу никто, кто был записан на эту, с позволения сказать, процедуру, не отменил её. То есть я был абсолютно поражён этому факту. Ну, человек может тысячу раз рассуждать, что он хочет умереть, ему может быть даже очень плохо, но когда наступает этот день, после которого не будет следующего дня, чтобы человек не отменял это, чтобы никто не смолодушничал, мне кажется, это какая-то страшная статистика. И мне кажется, что это симптом какого-то страшного явления, которое идёт у нас в обществе. Вот. Получается, длить страшнее, чем умереть для многих? Здесь, скорее всего, получается, что они с таким трудом это добились, что они боятся показать свою малодушию, а следовательно, совершают это по принуждению. Потому что нормальная статистика бы показала нам отмену. Они боятся, что если они отменят, то им больше это не сделают. И существует какой-то фактор, нехороший фактор. Ну, я понимала, когда иммигранты, например, которые всю жизнь так и не смогли здесь никак смириться с потерей корней Родины и так далее, у которых плохо всё здесь за границей, но они никогда не признаются и будут себя оправдывать всякими различными историями. Но здесь же речь-то про то, что правильно вы сказали, другого дня не наступит. Это ты переехать можешь куда-нибудь в другую страну ещё раз, найти новую работу, пить перестать или начать наоборот. И как-то свою печаль залить, замазать, не знаю, что-то там замаскировать. А здесь дня-то не будет другого, нового. И здесь отмена, в принципе, она наоборот более логична. Признаться себе, что я что-то как-то погорячился со смертью. Наверное, я передумаю. Почему они не передумывают? Вот это для меня. У меня нет ответа. Ну, страх перед неизвестным, да. Хотя вот меня всегда тоже поражает, ещё одна вещь. У меня нынешняя жена парашютистка. У неё 32 прыжка. И однажды у неё произошла такая штука, что она маленькая, а парашют был большой. И у неё вот это кольцо занесло ей за спину. И она, значит, пыталась его достать, стала бесконтрольно крутиться. Кольцо так и не достало. И раскрылся запасной парашют, который был неправильно поставлен. Не на высоту, а каким-то образом там на секунды что-то. Короче, открылся парашют в самый последний момент и у самой земли. И вообще ещё повезло, что он вообще раскрылся, а не обмотался вокруг неё, потому что при бесконтрольном падении. И я вот думаю, вот человек, который выпрыгивает из самолёта, ну это же ведь акт суицида, причём страшного суицида. Это вам не таблетки выпить. С высоты в километр. Километр – это в два раза выше Останкинской башни. Даже больше. Могут же. То есть они верят в то, что у них раскроется парашют. Ну, а вы не спрашивали у неё, почему так устроено? Как устроено её вообще восприятие? Чтобы что? Зачем это? Это адреналин, это образ жизни, это эмоции. Что это? Вот ты шагнул, ты шагнул в никуда. Это что? Ну, я не знаю, я её не спрашивал так-то уж, но я спрашивал, нет, я не спрашивал. Слушай, для меня это тоже наговорит. Она ответит, ой, ты не знаешь, как это классно, это так здорово, ты представляешь, там, ты летишь, всё это крутится, всё это тролли-вали, а потом он так ба-бах, и там такой купол, и всё такое. Ты чё? Это так классно. Может быть, у них нет страха смерти у этих людей? Ведь у большинства есть. Мы боимся смерти. Нет, есть, она за здоровьем следит, и нравится всё это, да, не хочет убирать. Нет. Весёлая просто. Ну да, просто весёлая. Но всё-таки, всё-таки, давайте так, вот страх смерти, вот он откуда? У большинства он есть. Давайте мы возьмём вот... Но он природный, потому что иначе бы мы схлопывались. Представьте, жизнь проклюнулась, взяла и совершила суицид. Опять проклюнулась, опять совершила суицид. Ведь жить-то ни разу не малина. Это мы себе как-то себя уговариваем, что у нас малина. А так, если начнёшь анализировать, а что, собственно, малина? Плоть наша тяжела, болезненна. Власть у нас над миром очень ограничена, что мы можем сделать. Бытие наше бессмысленно, жестоко, скучно. Мы так вот пытаемся себя как-то обмануть, развлечь. А так-то, по сути, если так смотреть на наше житие, бытие, то и получается, что без этого инстинкта самосохранения всё живое бы, просто бы дохло, и всё, и жизнь не могла бы продолжаться. То есть, приходится, ну, это как в компьютерную программу, что ли, сделать так, чтобы она сама себя не стирала, там, не повреждала. Что-то такое, мне кажется, да. Почему мы всё-таки боимся смерти? Потому что мы не знаем, что там после? Или, ну, вот если помимо инстинкта убираем... Конечно, мы, во-первых, неизвестность, во-вторых, чисто обидно. Что, все жить будут, а я не буду, что ли? привязанность к каким-то вещам, которые мы ассоциируем, как будто это удовольствие, интерес. Ну, обидно, обидно. Да. Мир будет без нас существовать, да? Ну, и это обидно. Много чего обидно. А что с нами будет, всё непонятно. Вот, вот, может быть, ещё вот эта история, когда мы не понимаем, вот мы умерли, и что дальше? Вот, это страшно за себя. Это вообще неприятно. Да. Иногда смотришь на какую-нибудь красивую, ухоженную, там, девушку, женщину, там, ну, представляете, она умрёт и будет вот этим вот трупом, а потом этим скелетом, или сожгут её, и пепел, это жуть. Нет. Когда мы вот смотрим, красивая птичка, она потом сдохла и лежит такой тряпочкой, бессловесной, это ещё у Катула есть, два стихотворения, я тоже его переводил. Даже вот чисто вот так вот, женщины это тоже спущают. Им не хочется на все обозрения быть мёртвыми, без макияжа. Вообще в религиях отношение к смерти в разных, оно одно и то же или разное? Есть ли жизнь после смерти? Ну, это сложный вопрос, это разное. Вообще у людей, которые видели смерть, и для других, для которых смерть, это нечто виртуальное, виртуальное, мне кажется, тоже очень разное отношение. Я видел очень много смерти. Я работал в больнице, где очень, несколько раз работал, где умирали. Сочетаются такие чувства. Во-первых, банальность. Во-вторых, какая-то неведомая тайна. Человек жил-жил, а сейчас смотришь, а он уже не живой. В-третьих, чувство абсолютного бессилия. И некоторого вот такого тяжелого чувства, ну, что ли, ну, от останки человека. Что из человека вообще? Вот этот вот труп, поэтому, когда ты сталкиваешься со смертью, поражает ее банальность, неприкрытая некрасивость, вонючесть и отвратительность. С другой стороны, какая-то гармоничность, какая-то непреодолимость. Вот. А люди, которые либо встречаются с ней только в праздничной форме, пришли к кому-то на похороны, там все красиво, там кто-то лежит в гробу, уже весь запудренный, все такое. Либо вообще никто никогда не ходил. Но я этого очень не люблю. Я как-то вот умудрился никого даже не отпевать, будучи священник. Хотя к умирающим приходилось. Есть дети? Однажды приехал с опозданием. Да, то есть это все очень неприятно. И вот когда думаешь о себе, тоже думаешь, ну вот как вот это все? Родное твое тело, вот все это вот. И вдруг станет трупом. И что с этим всем делается? Короче, это все очень грустно. Поэтому ощущение есть, что само существование это акт насилия над нами. То есть нас выдирают насильно из небытия и заставляют играть в эту русскую рулетку до конца своего существования. Я не помню, чтобы я об этом просил. Я не помню, чтобы я давал согласие. Понимаете? И возможно, с этим и связано как бы несоответствие. Потому что люди, которые прыгают из самолета добровольно, надеясь на какой-то парашют. И люди, кого выкинули из самолета без парашюта. Физически их траектория первое время до того, как парашют раскрывается, они одинаковые. Да. Но ощущения, возможно, совсем разные. И вот мы все выкинуты, несущиеся к своей неминуемой смерти, которая приближается все скорее и скорее, как вот эта земля. И самое еще обидное, что оно ведь, сука, красиво все кругом. Но ты чувствуешь, что не имеешь никакого отношения к этой красоте, к этой вечной природе, к этим звездам, к этим океанам. ты какой-то вот действительно выброшенный и несешься с ускорением свободного падения. И в этом, так сказать, трагедия бытия. А как же быть счастливым в моменте, замечать все это, наслаждаться, быть, как там, довольствоваться тем, что имеешь. Вот это тоже бытие. Это анонизм? Я имею в виду все вот эти вот сейчас техники саморазвития, самопознания, принятие, вот это вот все. Ты человек будь в моменте, чтобы быть счастливым, быть счастливым с собой. А анонизм? Ну, это он и есть, да? То есть он может быть в разных вариантах. Просто в разных вариантах. То есть все-таки вот так. Вы к этому относитесь вот так? Вот сейчас интересная какая-то трактовка всех этих призывов быть счастливым, в моменте. Нет, я пользуюсь этим всем тоже. Но под этим всем находится, знаете, вот осадочек остался. И вот эта проблема осадочка, я никак не могу ее решить. Если даже там действительно золоченое счастье, вечное бытие, блаженство неописуемое, свет несказанный, но ведь не лишаемся мы памяти о бытие нашем, получается, тогда осадочек остается. А если лишаемся, то вообще получается, в чем смысл? Все это очень напоминает болезненную операцию без наркоза. когда мы орем, каждый кто как может, кто-то закусил зубами какую-то перекладину, кто-то сам себя кусает, чтобы заглушить боль от операции, которой является наше бытие, кто-то тянется за какой-то водкой, кто-то за наркотой, кто-то за блядством нескончаемым. Как-то пережить, как-то и при этом все время пытаемся изображать из себя, что все нормально, все замечательно. И то, как я говорю, и что я говорю, говорить не принято и не положено. Это депрессивно. А зачем девочки напряг? Не надо это все говорить. Это все не надо. Так вот, вопрос такой. Если мы хотим бессмертия, то это какого бессмертия? То есть, чтобы нельзя было вообще умереть? Или с точки зрения того, что организм перестает умирать, потому что эта бомба с часовым механизмом заложена в нас с рождения? У нас заложен механизм самоуничтожения. на уровне клеток, на уровне самого организма, возможно, на уровне целых видов. Вот. И в принципе мы ведь не являемся конкретной материей. Каждый отдельный момент мы являемся конгломератом определенных материальных атомов. Но мы открытая система и принцип их организации, но не являемся конкретно материальным объектом. Потому что, чтобы считать камень на улице камнем, он должен все свое существование состоять из одних и тех же материальных атомов. У него не идет обмен из его центра атомами с внешней средой. А мы за 7 лет полностью сменяем свой материальный состав. в нас нет ни одной материальной частицы, которая была бы у нас 7 лет назад. То есть, если бы мы могли пометить все наши атомы как изотопы, через 7 лет мы не могли бы доказать, что это один и тот же объект. Там не было бы ни одного этого изотопа. Скорее всего. Я утрирую, но я просто показываю принцип, что нам нет причины стареть. Вещи стареют из-за того, что они состоят из одних и тех же элементов, которые, приходя в взаимодействие с внешней средой, с какими-то другими воздействиями, они видоизменяются и становятся более поврежденными, если говорить о каком-то цели, целеполагании, какой-то сущности. Но мы-то, у нас нет никакой причины ни болеть, ни стареть. И уж точно нет причины умирать. Мы можем все время оставаться молодыми, красивыми, если мы найдем определенные механизмы, которые специально нас убивают для того, чтобы мы дали место, оставили ресурсы следующему поколению. Именно на это и направлен поиск средств в продолжении жизни, чтобы остановить механизмы старения. И 90% наших болезней, если не больше, именно связаны с процессами старения и процессами саморазрушения. Допустим, мы побеждаем. Есть уже эксперименты на крысах, где удалось продлить два раза в жизни. Хорошо, мы, скажем, побеждаем этот механизм. И тогда получается вот это падение вниз вечно до того момента, когда рано или поздно судьба столкнет нас с чем-то, что будет непреодолимым. То есть неважно, стареешь ты, не стареешь, если на тебя летит автобус, то если ты достаточно долго живешь, то вероятность таких событий увеличивается. Соответственно, но на это можно сказать так, окей, а если мы научимся переписывать все, что у нас есть в мозге, на какой-то носитель, а потом возвращать это обратно в нечто, что мы можем, ну, клон или еще что-нибудь, мы тогда будем полностью вечны, а тут тогда возникает опять же вопрос, так же, как мы ничего не можем сказать с переселением душ, то есть если по ощущениям это будет продолжение для нас жизни, то получается, что да, это вечная жизнь, а если это не будет, то тогда это не имеет смысла, потому что если мы сделали один файл ворда и стерли, а потом сделали новый файл ворда, является ли этот файл ворда продолжением того, или это совершенно новый, понимаете? Ну, в любом существует вопрос с идеями реинкарнации, да, когда ты после жизни можешь быть мобуем, например, после своей человеческой жизни, вот эта перспектива, например, меня мало прельщает, но от меня ничего не зависит, вот, потому что тоже внезапно можно умереть, вот, и жизнь муравьиная, ну, не очень мне интересно, то есть получается, что все-таки после моей жизни все закончится, скорее всего. Вот есть Чебурашка в новом фильме, он не хотел быть человеком, вы видели фильм «Чебурашка», обратите внимание, то есть возможно есть муравей, который не хотел бы быть человеком. Может быть, знаете, вот что самое страшное в страхе это смерть, скорее всего, не то, что человек смертен, как у Булгакова, что человек внезапно смертен, что ты никогда не знаешь, как это произойдет. Да, но не внезапно, гораздо хуже. Вспомните роман Камю, Ле Транже, как по-русски незнакомец, проходящий, чужой, там он убивает по ошибке человека на пляже, а его приговаривают к смертной казни, и показано, как он страшно мучается по сравнению с тем, кто был случайно убит. Получается, что внезапная случайная смерть, о которой ты не знаешь, и она приходит вообще так незаметно, что ты даже не понял, что с тобой случилось, получается лучше, чем если ты медленно умираешь сам у себя на глазах. Осознаешь. Да. Так и то плохо, и это плохо, потому что внезапная она прерывает течение всех твоих дел, течение всей твоей жизни. Смерть не может быть хорошей, как, впрочем, и жизнь. Что-то здесь нужно найти позитивное, наверное, все-таки в рамках жизни, потому что ну как-то совсем грустно становится от этого. Ну у меня есть философия, называется философия плюшевости. Философии плюшевости нет смерти, нет обиды, нет несправедливости, нет ничего того, что происходит в мире, чего бы не хотелось нам, чтобы происходило. Это совершенно плюшевая жизнь. Это такой ультимативный с эллипсизом, где существует только мой плюшевый мир. Мы там пьем чай с плюшками, и эти плюшки не вредны, от них не толстеешь, а если толстеешь, то очень симпатичненько. Вот. Вот такой подход. Имеет место быть, это опять про выбор все-таки, да? Ну получается к этому прибегали, что пока ты жив, смерти для тебя нет. А когда ты умер, тоже уже смерти нет, потому что смерть это момент перехода. А что там дальше, ну неизвестно, что там дальше. А кому верить? Много же разных сейчас явлений, течений, изучающих, пропагандирующих, вообще рассказывающих что-то про послесмертие, про бессмертие и так далее. У вас есть какое-то вообще мнение по этому поводу? Ну никто оттуда не возвращался. А состояние перехода же возвращаются люди, да? Да, очень обидные сейчас исследования, что умер пациент во время исследования МРАй, магнитно-резонансное сканирование, и было видно, что уже после остановки сердца произошел колоссальный всплеск тех районов мозга, которые активности как раз заведуют галлюцинациями и вот этими состояниями вне тела. То есть это, по сути дела, может быть объяснением всех вот этих явлений, которые люди используют как доказательство потусторонней жизни. Вот. И, соответственно, тогда может быть и нет ничего. Это вскоре физиологический процесс какой-то может быть. Ничего, да. Ничего. То есть мы по-прежнему не знаем. Проблема в том, что какой бы ни был там рай, осадочек все равно остается. И так поступать с живыми, чувствующими, розовыми существами, такими, какими мы являемся мы, нельзя. Вот такие же мы розовые, когда мы сами себя же в общем-то и уничтожаем. Друг друга уничтожаем безжалостно совершенно. То есть тут про розовость это вообще речи не идет тогда. Если красных муравьев посадить там с другими муравьями, они друг друга не трогают. А если начать встряхивать банку, они друг друга убьют. Кто виноват? Красные муравьи, черные муравьи или, блядь, тот, кто встряхивает эту банку? Да. Я более чем уверен в большинстве своем люди, если их не обижать, гладить по этому, они не агрессивны. В большинстве своей. Все это происходит в вечной цепи обид, разочарований, вот этого тяготы существования, бесцельности, бессмысленности, отчаяния, банальности, жестокости и смерти. Ну, мы ищем смысл жизни. Очень многие на определенном этапе своей жизни начинают искать смыслы. Да ты его хоть обыщись. Вы написали столько книг, вы проводите разные исследования, вы помогаете вообще там в огромном количестве людям. Вы же ищите для себя смысл и находите смысл. И здесь нет такого хоть обыщись. То есть ваша жизнь имеет смысл и для вас, и для других людей. И вот как бы тут как искать смысл? Надо ли его искать? Почему вы его ищите? Вернее, не ищите, а... Как-то вы свою жизнь украшаете? В принципе спрашиваете, почему я не кончаю с собой? Ну, типа того, если жизнь так безутешна? Во-вторых, я себя очень люблю. Хоть я и толстый, и старый, я себя очень нравлюсь. Ну вот, чего? А если себя убивать, то это приносить себе вред. А я себе вред приносить не хочу. Кстати, это далеко не все себе нравятся, а я очень себе нравлюсь. А третье, это больно, обидно, несправедливо, некрасиво. Я-то видел смерть, как она выглядит. Тут какие-то девочки пытались покончить с собой, и кто-то их специально взял и привел в морг показать, как выглядят трупы тех, кто покончил с собой. И у девочек желание пропало напрочь. Хотя по идее какая разница, как они будут выглядеть после, правда же? Да. Это то, о чем вы говорили. Нам, девочкам, важно, как говорят, надевай каждый день самое красивое белье, потому что вдруг тебя собьет машина, а ты в старых труселях. Вот, поэтому, наверное, нам для девочек это важно. Вот, тут такая история. Я не могу говорить за всех мужчин, но мне нравятся женщины вообще без белья. Ну, это, да, не могут многие себе позволить так ходить по улицам, но тем не менее. Ну, вот, смотрите, тогда... В белье тоже не ходят. Ну, что тогда получается? Тогда получается, что страх смерти, страх смерти, ну, получается, что это вообще какая-то надуманная история. Чего мы боимся? Как чего? Мы только уже... Да, ну, да, не, 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 вообще, я что бояться? Смотрите, живешь, как можешь, на всю катушку, и все, и будет, что будет. Ну, как бы, психологически зависеть от страха этого, это крайне непродуктивно. ну, ну, да, так все непродуктивно, что продуктивно, у нас ничего непродуктивного. Не надо людей ни в чем винить. Вы вот посмотрите на свою жизнь, вот сейчас вот, смотрите вот, и она же вот такая коротенькая. Осталось темно. там и на нее, нет, не то, что осталось, то, что было. Ну, вот сейчас попытайтесь на нее посмотреть, но это не полвека, ну, никак. Это что-то такое, ну, вот тут что-то там, там, где-то как-то все, и все. Так она так же и в сто лет кажется. Понимаете, что мы вообще успеваем, что мы вообще можем, что мы можем. Я где-то только что приводил пример, что человек начинает жизнь, это как игра в шахматы, когда у твоего противника, кто бы он ни был, все фигуры стоят, а у тебя есть только фигура короля. Мы в таких условиях живем, мы ничего не можем, как бы, вот сейчас мы разговариваем, а что там происходит еще, в тысячи тысячи мест, мы понятия не имеем. У вас может уже какой-нибудь муж-маньяк с топором со спины подкрадывается, а вы не знаете, или какая-нибудь змея там ползет вас укусить, а вы не знаете, мы ничего не знаем, мы можем только вот направить наше внимание, которое очень ограничено, ну может я за всех говорю, может это я такой, может вы можете двигать предметы на расстоянии, может вы можете владеть своей жизнью настолько, чтобы не происходили те события, которые вам нужны, а те, которые вам не нравятся, не происходили. сила мысли, сила мысли, как же сейчас тоже много очень об этом говорится, что мы имеем то, что о чем думаем, мы то, что мы есть наши мысли, вот это все мы притягиваем. сейчас моя жена бегает, к ней приклеиваются разные предметы, начинала она с вилок, сегодня прибежала с утюгом, причем только голой кожи, поэтому соответственно бегает она без всего, с утюгом, утюг действительно приклеивается и кричит фотографируй, поставим на фейсбук, я говорю, но в таком виде нельзя фотографировать и ставить на фейсбук, я говорю в Израиле война, я говорю Украину бомбят, мне все пофиг, смотри-ка, мне все приклеивается, действительно приклеивается, а почему приклеивается непонятно, я к себе пробовал, все падает, но правда сегодня она добегала из-за того, что разбила стакан с водой, который тоже пыталась приклеить, снила, еще зашла в туалет, лампочка гаснет, выходит, сожигается, поехала там на какую-то эту гонки на автомобиле, посмотрела на машину, она остановилась, поделать, разберись, что это, очень интересно, силомысли, наверное, у тебя эти способности произошли, когда парашют не раскрылся, много же чего не изученного, не изведанного, конечно, конечно, как это, мы же говорили с вами про мозг, про сознание человека, может, чтобы у нее к груди она представляет тяжелый утюг с водой, правда, и он не падает. А, смотря, я извиняюсь, какого размера бюст? Она не к самому бюсту, а к груди нет. Бюсту там вообще нет. Ну, мне нравится. Слушайте, очень интересно. Скажите, а вы бы хотели быть бессмертным? Нет. Ну, чего? Я не знаю, я и хочу, и не хочу. Что я заявлял, что, в принципе, хотел бы никогда не существовать. Но раз уж я начал существовать, я так сам себе нравлюсь, что мне себя очень жалко. Еще все хочу сделать розовыми, счастливыми, такими плюшевыми, счастливыми, все это хочу. И хочу, чтобы Бог был добрый, а не злюка. И хочу, чтобы никого не убивали, не обижали, чтобы новости эти проклятые нам не показывали отвратительные, а делали только хорошие новости. И не хочу умирать, ну и жить не хочу. Нет, я хочу жить, но не умирать. Нет, я хочу умирать, ну ниже. Ну, короче, я ничего не хочу, но хочу. Очень отражает вообще вот среднее по больнице, знаете, состояние человека. Чего хочу, не знаю, чего знаю, не хочу называется. Это вот из этой серии. Нет, ну слушайте, давайте так, вот расскажите, пожалуйста, ну вот, ну нужно человеку какие-то ориентиры в жизни иметь. Ну нельзя идти с базовой установкой, что жизнь дерьмо, и от тебя ничего не зависит, и ты вообще, короче, ты никто, и звать тебя никак в этой жизни. У меня даже аж собака зачихала. Очень возмущается на этому обстоятельству. Ну, ну, должен быть смысл. С двумя состояниями. Полет в самолете. Вернуться на землю придется в любом случае, но желательно организованным образом. Беременность. Она в любом случае рано или поздно должна прекратиться. Но желательно здоровым образом. И желательно как можно менее болезненно и с наименьшими потерями. То есть это вот как будто или когда вы играете и идет какой-то цикл игры, вы не можете ее прекратить без того, чтобы вы выйдете из игры совсем. То есть вы уже поставили, и вам надо дождаться результата. Вот мы все находимся вот в таком положении беременных жизнью. И мы хотим как бы освободиться от этого времени. И не хотим одновременно освобождаться. но мы понимаем но мы понимаем освобождаться придется и родится некая новая жизнь. Но мы не знаем какая-то новая жизнь. Или с самолетом. Мы летим куда-то, но не знаем куда. И вроде и долететь не хотим. И хотим. И остановиться невозможно. Мы уже взлетели. и это есть чувство как заложники. Вот ощущение когда тебя изнасиловали и ты забеременела или когда твой самолет захватили террориста. Вот это чувство. То есть не было намерения вообще лететь. Они потребовали чтобы дали самолет, привезли тебя на автобусе и под автоматами туда загнали. И вот вы летите и ты не знаешь куда ты летишь и чем это кончится. Либо оно взорвется в воздухе, либо собьют ракеты, либо они прилетят в какую-то страшную страну. Или с беременностью. У тебя изнасиловал какой-то маньяк. То есть всякая женщина любит своего ребенка, но она не знает кого она носит у себя под сердцем. Что это будет за новая жизнь? Кто у нас родится? Может и слава богу из-за генетики бывает что у маньяков рождают такие ангелочки. И все равно мать будет любить того, кого родила, скорее всего. Но вот это чувство изнасилованности как метафора своего бытия меня не оставляет. Это страх смерти это про страх боли до смерти. Мне кажется человек боится в свете сейчас того, что происходит в мире вот этот процесс перехода он может быть мучительный болезненный по разным причинам. И вот это наверное все-таки страшно. И вот как вы сейчас сказали в самолете ты летишь ты не знаешь что к тебя прилетит попадет пуля ракета или еще что-то. Это когда я описывал идеальные миры я говорил что идеальный мир можно выключить и уничтожить так нельзя чтобы об этом знали обитатели мира что такая возможность существует потому что мучительность заключается в ожидании очень глубокий сегодня прям несколько мыслей вот эта вот мучительность в ожидании и беременной жизнью это прям аж перевернуло мое восприятие жизни если честно я не думаю что я оригинален в этом ну вот для меня это прям по-новому я посмотрела правда я не думала с этой точки зрения мне всегда животный страх присутствует относительно вопросов смерти поэтому надо участвовать в таких процессах как я предлагаю строить миры где нет смерти вот допустим там в этой философии плюшевости вот если кто-то умер а ты подумаешь что никто не умер просто вышел скоро придет с тортиком а если кого-то убили это просто плохой сон был и новости тоже во сне приснились надо скорее забыть да это детская позиция да 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 многие скажут это да ну все я сделал шаг назад знаете как говорят который в позе младенца сосет большой палец я побывал на ветрах этого бытия я посмотрел столько трагедий человеческих я был и священником я был и медиком единственный выход это вот создать свой розовый мир и в нем кутаться и не выглядывать что ты тем самым уходишь от реальности ты не можешь отрицать реальность и зачем тебе вот эту вот иллюзию создавать очень много таких я слышу возражений реальность нет реальность то что мы считаем реальностью я же вам сказал может быть ваш какой-нибудь маньяк подкрадывается сейчас и хочет вас убить топоров но в вашей реальности этого нет а в объективной реальности это может быть и наоборот поэтому реальность это то что вы хотите считать реальностью опять приходим к закону равенства иллюзий да я про это чем выбирать иллюзии плохие и вредные когда можно выбирать иллюзии красивые и приятные я также говорю тем кто со мной не разделяет эту философию о которой вы говорите разреши мне выбрать мою иллюзию потому что в любом случае я сейчас не могу повлиять ни на мир ни на события в этом мире и это моя история когда я выбираю как мне жить переживать по этому поводу там не знаю закончить жизнь самоубийством или выбрать иллюзию в которой у меня все по-другому вот и вот эта вот история вот то что иммигранты там себя считают какими-то ущербными а вы решите себе что нет вот я философ или я там еще что-нибудь или я намеренно отказываюсь вот я вот как о своих книгах говорю они все в открытом доступе это мой дар человечеству а истинная причина что их никто покупать никогда не хотел и печатать никто не хотел у меня и выхода другого нет чтобы их только в бесплатном доступе выставить ну вот люди с таким знаете подходом к жизни материалистичным да вам так и скажут ну а что он из себя представляет он просто из себя ничего не представляет поэтому он придумывает себе другую реальность а реальность такова что он я знаете что им скажу нет ну иди в жопу козел и за баню и все и буду сидеть в своей уютной ну а если он исправится я его обратно запущу скажу садись давай на тебе великодушно великодушно в итоге в итоге значит с чем я выхожу сегодня с эфира и может быть даже зрители с этим выйдут что смерть как страх смерти он преувеличен вот прям вот не преувеличен успокаивайте себя Ольга это я хотела успокоить это да я не хочу бояться я не хочу не хочешь бояться сиди у меня в плюшевом в гостях в мире у меня вообще нет смерти пожалуйста то что тебе мешает но если говоришь о смерти то знай это отвратительный ужас да ужасно переход ужасно шаг к ней сама она не ужасна есть крепкая крепкая крепость я вас туда пригласил мы там сидим пьем чай смотрим телевизор мультики хорошие а там жуткий ураган все ну крепость у нас крепкая и вы говорите я не боюсь того что там снаружи я говорю а вы говорите нет я не буду бояться я говорю бойся точно так же утверждать что смерть это не страшно утверждать что мы ее не боимся что она не отвратительна что она до крайности несправедлива что она не надо так думать она такая она несправедлива она отвратительна она сквозная рана всей нашей души и наша и смерть других и всех тех миллиардов людей которые жили страдали любили строили само наличие смерти в этом мире что бы там ни было после это очень жестоко очень отвратительное а сказать что мы сами виноваты это еще более подлая идея ну а бог забирает лучших может быть так еще говорят я с этим никак не могу согласиться конечно может быть меня никто не спрашивает забирает а боги я просто сегодня материться не хочу поэтому или как это или хорошо или никак да да а боги либо хорошо либо никак так он что мертвый нет у нас бог живой да да у нас сегодня прям какой-то такой очень интересный поворот мыслей хорошо боимся ну как неизбежность как неотвратимость вот но ищем смыслы тогда все-таки в жизни любил давать интервью а что я скажу смерть ужасна любовь прекрасна да это то что вы примерно сказать поэтому тема она такая как бы вечная но ответы на нее вот такие ребята здравствуйте я ваша тетя да да либо так хорошо спасибо вам большое я все равно осталась в подвешенном состоянии для меня беременна жизнью это прям сегодня очень крутое вообще какое-то открытие если честно вот и все равно разрешимся я думаю похоже мы беременны смертью сейчас в нашем мире похоже да вот после событий которые ты читаешь открывая новости забеременели мы вне зависимости от пола не по желанию вообще не по любви вообще вообще нас не спросили просто круто изнасиловали причем еще в таком детском возрасте в таком извращенном варианте да похоже даже педофилии не назовешь о да ну вот на этой неоптимистичной ноте конечно спасибо Борис большое вам за беседу про смерть вот я надеюсь что роды с чая помогает ну все и ваша плюшевость да это все нужно прочитать плюшевость у всех есть просто надо ее проявить это я подумаю какую тему взять про проявление плюшевости и не опасно ли это нет для жизни опасно надо купить уши зайчи и часто их одевать вот так хорошо что это психушки закрыли в Канаде а что ну а разве нет по-моему сумасшедшие дома-то вроде подокрывали нет попробуйте покончить с собой быстро там окажется да спасибо не надо всем большое Борис да счастливо спасибо